Мама привела меня в третьем классе в 9 лет, встретила знакомого, и она сказала, что проводится набор девочек 1993 года. Девочек было очень мало на просмотре, рождаемость была низкая, и меня взяли, навыков практически никаких не было, я умела делать только выдохи в воду. Я зашла, открыла дверь из душевой, и сразу услышал свисток, что быстро проходите, и я поняла, что в таком темпе все и начнется. Посмотрела на потолок, увидела, какая красота, фигурные ромбы, квадраты, мне все очень понравилось. Уже через полгода тренер поставила меня на соревнование. Мама пришла посмотреть, раньше можно было приходить родителям, но детей было немного, и родителей тоже. Я была два бассейна на спине, заняла первое место. Ну, мама пришла только подстраховать, переживала, звонила тренеру, спрашивала, может быть, ребенок утонет, но сказали, что ребенок готов. В 11 классе я выполнила мотив мастера спорта России, и меня отобрали в сборную. И я уже поступила в Московский ВУЗ, финансовую академию при правительстве, и плавала при университете с тренером, с другим. Самое сложное, это когда трибуны, команда, все хлопают, кричат, Россия вперед, давай. Ну, это, конечно, очень запоминается. Ты и так на мандраже, очень сильное сердцебиение, еще и такой шум, участники разных команд, ты уже не видишь, что, где, только готовишься к старту. Ну, естественно, финальное касание, ты понимаешь, что все сделано, год работы, сезон закончен. Я поступила во второй университет, Российский государственный университет, спортивный, на направление педагогическое. И осталось в тренерстве. Должен быть треугольник родитель, тренер и спортсмен. Только тогда все получится. Все три стороны должны быть заинтересованы. Важен, конечно, индивидуальный подход, каждому ребенку найти свой ключик. Видно, что девочки более эмоциональные, более переживательные, мальчики более скрытные. С каждым работа идет по-своему. Кто-то приходит и делает, тот, конечно, ленится. С каждым нужно беседовать, беседовать с родителями. И только вот так создается команда и контакт. ありがとうございました. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...